Сегодня буду печатать вот из этой профессиональной аудиопленки А именно картошных бобин Подобного типа пленками я уже печатал Но это же были видеокассеты и еще к тому же буржуйские Воспользуюсь станком по протяжке ПЭТ ленты, которую вы видели в моих предыдущих видео Сейчас методом подбора попробую определить сколько же лент надо Первый прототип отечественной магнитной бытовой ленты выпускал с 1954 года в Советском Союзе Шосткинский химический завод Сумской области Украина Данные ленты, с которых я попытаюсь что-нибудь напечатать 10 типа В качестве основы такой ленты используется Полиэтилен терифталат, если я правильно выражаюсь Кстати, это же вроде ПЭТ из чего сделаны пластиковые бутылки Пишите В качестве рабочего основания я предполагаю, что использовался феррокобальтовый магнитный слой Это смесь феррита и кобальта Если ты ходячая энциклопедия, то можешь оставить букву под видео Как же правильно называется это магнитное покрытие Пять лент конечно мало, буду потихонечку увеличивать и как только достигну нормального результата покажу Конечно занятие по протаскиванию лент в отверстие диаметром 1,75 миллиметра еще тот аттракцион Для начала нужно повысить температуру до 260 градусов и проплавить заготовку со стороны выхода нагревательного блока После чего снизить температуру до 210 градусов Чтобы подать ленту через коническое отверстие нагревательного блока и дотянуть его до протяжного механизма Если температура будет выше, то в нагревательном блоке произойдет обрыв, так как лента будет подаваться нестабильно После того как будет выбрана оптимальная скорость протяжки, нужно снова поднять температуру для лучшего спаивания слоев ленты Да, вот такой непростой геморрой получается с этой лентой Ну вроде более-менее стабильности прутка я добился В общем-то из 7 лент пруток получился отличный, порвать его конечно же невозможно Да, размер не соответствует 1,75 миллиметров стандартному прутку, но все это настраивается в слайсере Буду мутить какой-нибудь механизм, чтобы сразу подавать 7 лент Я очень люблю собирать из подручных средств без предварительных чертежей или планов каких-то Что попалось на глаза и с того и делай Это как собрать пазл или головоломку Развиваем логику и мышление без специализированных методик Один кренделек мне написывает За Россию обидно, по помойкам лазит, потом какие-то самоделки делает В нашем цивилизованном мире такого нет Ну да, ваш цивилизованный мир куда круче С поклонением афроамериканцам и гей-парадам Ух, что-то я отвлекся от темы Размочить готов? За этот станок у меня часто просят чертежи или скетчи для ардуино Ребята, ну нет у меня их Собрал я его энное количество лет назад И конечно же из того, что попалось на глаза Как говорится импровизировал Так что чертежи вам в данном случае ну никак не помогут Да и в интернете уже десятки модификаций станков по протяжке пэт ленты Я бы даже сказал, что некоторые станки намного круче, чем у меня Очень странно, что с ленты сыпется этот порошок Мое предположение, что это оксид железа Но я могу ошибаться Протянули пленки метров 30 наверное Думаю этого хватит для разового испытания Проверю на печать, это интересный материал Тестовый диск размером 10 на 20 миллиметров Я печатаю для того, чтобы посмотреть, а вообще можно ли что-нибудь напечатать Деталь получилась забавной, пористой Я даже не представляю где можно применить такой тип детали Да, из такого материала кстати могут получиться неплохие фильтры для воды Пришло время измерить детальную прочность высокоточной колотушкой Ну а что вы хотели? Деталь пористая, как губка наверное Чем-то похоже на пемзу Кто не знает, что это? Это вулканическое стекло Ну а теперь попробую так называемую спиральную печать Что из этого получится? Я уже испытываю не один материал таким способом Спиральной печатью Забыл сказать параметры печати Вместо клея я первый слой печатаю PLA полимером Температура сопла 265 градусов Диаметр 0,8 миллиметра Стол 60 градусов Шаг по оси Z 0,2 миллиметра Структура вазочки получается необычная Чем-то похоже на бархатный материал Ну или искусственную кожу Да, конечно стаканчик из автомобильных фар Получился наверное самый лучший Если не видели это видео, подсказка должна быть сверху Заморачиваться не буду, что напечатать У меня уже есть горшечные изделия 1,2 и 3 из прошлых видео Почему бы не напечатать им брата? Для экономии времени я буду использовать сразу два преобразователя вторичных полимеров В испытуемый объект с кодовым названием Гошечное изделие номер 4 Эх, хотел написать слово аудио на модели Но что-то пошло не так И к сожалению надпись не видно Обратите внимание, что текстура получилась как бы немножко ржавая Интересно Материал классный, советую всем печатать Я в восторге от такого материала Нет, да конечно же я вам такого не скажу Слои укладывались неравномерно Но я думаю это связано с температурой 265 градусов Печатать из такого материала Можно ну разве что декоративные изделия Пишите букву под видео Какое имя дать этому цветку Тем же вы дали Музыка нас связала Тайною нашей стала Всем уговором Движу я в ответ Нас не разлучат Нет Да, я совсем забыл сказать Что пластик-то имеет еще и магнитные свойства Вот Ну вот Пленка принесла еще какую-то пользу Прежде чем поехать на свалку Материал получился Ну пористый Да, кстати, пленки я использовал Либо со словом брак Либо дублирующие аудиозаписи Так что не надо убиваться Хотя им все равно конец Повторюсь еще раз Если вас интересует Аудио, видео Или аппаратура 80-х годов Зайдите к Алексею на канал Да и там вы можете послушать Что же на них записано Ну а теперь проанонсирую Немножко из будущих видео Помните я проведил эксперимент А доедут ли тараканы вообще Павел из города Томска Отправил мне вот этих Замечательных особей В размере пяти штук Но мы с ним совершили большую ошибку Отправив их почтой России Сверх быстрая королевская доставка Почтой России Прислала мне этот ценный груз Почти спустя месяц И судя по трек номеру Они объехали почти всю страну Прежде чем попасть в Нориск Интересно, остались ли живы В будущем видео Ну еще я снимаю видосы Термоэлектрический генератор Как я обещал Вот небольшой видос Вокруг городов Проложены сотни километров Теплотрубопроводных магистралей Если я правильно выражаюсь И почему-то в определенных местах Они просто не заизолированы Наверное специальная технология такая Так вот А почему бы не подвесить на них Теплоэлектрический генератор Изготовленный из элементов Пельтье Интересно, а будет ли работать вообще-то прелесть на трубе Ну я с вами не прощаюсь Не болейте И храни вас Господь До встречи